МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационно-просветительскую передачу «Свет миру». О главных новостях Липецкой епархии расскажет рубрика «Епархиальные вести». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 21 сентября Православная Церковь празднует 1-й 20-й праздник церковного года. Рождество Пресвятой Владычества Нашей Богородицы и Преснодевы Марии. В этот день высокопросвященнейший Никон митрополит Липецкий-Задонский возглавил божественную литургию в Христорождественском кафедральном соборе Липецка. Ему сослужили секретарь епархии, настоятель собора Паратерей Василий Бельчук, клирики собора и духовенства епархии. Для меня важность этого праздника в том, что Пресвятая Богородица всегда нам помогает. Это очень светлый праздник, Рождество Пречистой Матушки для каждой женщины, для каждого человека всегда несет свет в душу, и в такой день в храме нужно быть обязательно. За богослужением владыка осветил главный престол собора в честь Рождества Господа нашего Иисуса Христа. В богоборческие годы Христорождественский собор был закрыт. После открытия собора в 1991 году божественную литургию совершали на Антиминсе. Также за литургией в Закопресвящении Шеникон рукоположил дьякона Иоанна Радюкова в Сан-Иерея. Пресвятая Богородица была долгожданным ребенком для своих родителей. Уже в преклонном возрасте, не имея детей, святые праведные бога отцы Иоаким и Анна усердно молились ко Господу о даровании им чада. Благодарность за створенное Господом чудо, родители Пресвятой Богородицы дали обет – отдать свое чадо на служение ко Господу. Царица Небесная родилась от родителей в преклонном возрасте не от плоти, не от страсти, она по святому, по повелению Святого Духа. От святых рождается святое. И праведные родители нашей Богородицы обреклись, если родится ребенок, то мы посвятим его Богу. По окончании Божественной Литургии владыка Никон отметил, что Рождество Пресвятой Богородицы – это великий праздник, ведь Матерь Божия родилась для того, чтобы даровать миру Спасителя и дать возможность людям обрести путь ко спасению. 22 сентября в конференц-зале управления Липецкой епархии под председательством высокопресвященнейшего Никона митрополита Липецкого и Задонского состоялось третье заседание Митрополитчего оргкомитета по работе первых региональных рождественских образовательных чтений. Оно было посвящено рассмотрению проекта работы секции. Работа этих чтений будет проходить по всем направлениям деятельности Митрополии. То есть это своего рода подведение итога работы направлений, комиссий по всем направлениям деятельности. И все это посвящено общей теме 23-х международных чтений «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси». Региональный этап международных рождественских чтений пройдет с 13 по 15 ноября в Липецке, Ельце, Задонске, Чеплыгине, Усмане и Лебедяне. В рамках чтений состоится презентация проекта отдела по канонизации святых, награждение победителей регионального этапа международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира», гала-концерт победителей третьего регионального конкурса литературно-музыкальных композиций «Досветится имя твое» и многое другое. 23 сентября Липецкая Метрополия отметила один из главных праздников Собора Липецких Святых. В этот день Высокопресвященнейший Никон Метрополит Липецкий Задонский совершил божественную литургию в Христорождественском храме Липецка. Правящему архиерею сослужили секретарь епархии Протерей Василий Мельчук, благочинный Первого Липецкого церковного округа Протерей Константин Гришин и Духоместного Метрополии. В этот день многие верующие пришли на праздник почтить память Липецких Святых. Я чувствую такую благодать, такую радость на сердце. Я очень благодарна всем нашим этим Липецким Святым. Они за нас всегда молились перед Господом. И я считаю, что они сохраняют нашу Липецкую землю всю. И нас всех, мы под их покровом все. В праздновании Собора Липецких Святых было установлено резолюцией Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 8 июня 2011 года. День памяти священномученика Уара Шмарина, первого епископа Липецкого. Список Липецких Святых состоит из 61 имени подвижников, живших на Липецкой земле от времен Древней Руси до пострадавших под богоборцы в 20 веке. Мы в сегодняшний день не только радуемся тому, что Липецкая земля имеет такой молитвенный сон святителей, преподобных, праведников, мучеников, новомучеников, но и мы размышляем о нашем наследии, об эпистолярно-педагогическом наследии наших святых и я думаю, что многие сегодняшнего дня заинтересуются все-таки тем краем, в котором они живут и заинтересуются личностями тех святых, которые просияли на нашей Липецкой земле. По окончании Божественной Литургии вокруг Христо-Рождественского храма состоялся крестный ход с иконой собора Липецких святых, после которого Владыка Никон поздравил верующих с праздником. С престольным праздником! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! В этот знаменательный день правящий архиерей наградил духовенство и епархии медалями святителя Тихона Задонского и священномученика Уара, епископа Липецкого. Для каждого жителя епархии Липецкие святые особенно близки. К ним мы прибегаем со своими молитвами, и они ходатайствуют о нас перед Богом. Это те, кто прославил Господа своими делами и словами, те, кто в годы богоборческой власти был полон решимости и крепости веры. 24 сентября в братском корпусе Свято-Успенского монастыря состоялось освящение престола домового храма во имя священномученика Уара, первого епископа Липецкого. Чин освящения совершил митрополит Липецкий-Задонский Никон в сослужении исполняющего обязанности наместника монастыря гумена Митрофана Шкурина и духовенства и епархии. Поройская пустынь так назывался мужской монастырь, на месте которого сейчас остался только храм в честь успения Божьей Матери. Это самая древняя церковь города Липецка. Закладной камень будущего братского монастырского корпуса с домовым храмом во имя священномученика Уара Липецкого был освящен в 2004 году. Строительные ремонтные работы были закончены к сентябрю этого года. Освящение храма – это еще одна новая страница в православной жизни епархии. Спасибо же, люди Твоя, и благослови достояние Твое! После божественной литургии были награждены медалями священномученика Уара игумен Митрофан Шкурин и игумен Зенон Романенко. После закрытия Христос-Рождественского собора священномученик Уар служил здесь, в Древнеуспенском храме. Освященный домовый храм – это вторая церковь Липецкой митрополии в его честь. 24 сентября православная гимназия имени преподобного Амвросия Оптинского отметила свой первый юбилей – десятилетие. Она прошла долгий путь в своем становлении, поэтому для каждого, кто трудится в гимназии, этот праздник особенный. Мы готовим христиан, жизненный путь, который будет связан со Христом. И независимо, какую профессиональную деятельность они изберут, будут ли они служить в полиции, будут ли они менеджерами, будут ли они рабочими, может быть, даже кто-то из них будет президентом. Для нас это будет большая радость, потому как эти люди будут идти со Христом, а значит, христианская нравственность будет сопровождать всю их дальнейшую жизнь. Православная гимназия – это единственное образовательное учреждение в городе, где осуществляется принцип целостности в образовании и воспитании, базирующийся на православном мировоззрении. Здесь работают квалифицированные педагоги и грамотный обслуживающий персонал. На сегодняшний момент мы встречаем десятилетие православной гимназии. Православная гимназия прошла очень долгий и трудный путь, но начиная с первого класса, когда деток всего несколько человек было, на сегодняшний момент у нас уже 20 классов и 477 ребят учатся у нас. Поэтому мы рады за то, что к нам идут, за то, что выбирают православную гимназию, потому что здесь они получают не только полноценное образование, но и воспитание. И дай Бог, чтобы наша православная гимназия процветала. Тут добрые преподаватели, тут очень весело. тут много подруг, веселья, тут никогда никто никого не ругает. Мне нравится тут мне учиться, тут мне нравится писать, тут мне нравится все, тут мне нравится. И мне нравится, когда я учусь тут хорошо. Мне нравится, что в гимназии там много интересных предметов, там хорошо учат. И тут все православное, и все тут верят в Бога, и это очень хорошо. К своему главному празднику дети подготовили насыщенную программу, в которую ваши стихи о преподобном в России оптинском, а также исполнение духовных, гражданско-патриотических песен и народные танцы. В завершении концертной программы владыка Никон отметил старания директора гимназии и преподавательского состава. 27 сентября прославляется один из двунадесятых праздников – воздвижения честного и животворящего креста Господня, установленный в память обретения и возведения креста, на котором был распят Христос. О других церковных праздниках вы узнаете из рубрики «Православный календарь». 2 октября в четверг отмечается память благоверных князей Фёдора Смоленского и Чадьего, Давида и Константина, ярославских чудотворцев. Они имели большое влияние в Орде, которое использовали для укрепления Руси и Церкви. В Орде они построили несколько храмов. Мощи этих князей спустя почти 200 лет были обретены нетленными. В пятницу 3 октября прославляются мученики и исповедники Михаил, князь Черниговский и боярин его Фёдор, чудотворцы. Они пострадали в Орде за веру, отказавшись совершить языческий обряд. Пораженной стойкостью веры мучеников, золотордынцы больше не подвергали русских князей этому испытанию. 30 сентября отмечается память местночтимого святого нашей епархии Иеросхимонаха Агапита. Его наставниками были святитель Тихон Задонский и схимонах Митрофан Голощапов. А за советом к старцу приходили такие подвижники благочестия, как преподобный Иларион Треякуровский, блаженные Иоанн и Дарья Сизеновский, Георгий Затворник и другие. В 1751 году в селе Борки Задонского уезда в семье священника Фёдора Болховитинова родился мальчик, которого назвали Алексеем. В детстве с родителями он часто бывал в Задонском Рождество-Богородицком монастыре. Впоследствии его отец стал насельником этой обители. Сюда же в возрасте 18 лет пришел и Алексей. Первым, у кого он был келейником, был свидетель Тихон. Конечно, келейник – это человек, который помогает в келье, какие-то послушания, какие-то выполняет поручения, личные поручения. Может быть, и личные поручения. Здесь требуется, конечно, чтобы он слышал у другого человека, и чтобы он был послушным. И чтобы он не выполнял более-менее точно, насколько возможно. Видимо, то, что свидетель Тихон, мы так думаем, что свидетель Тихон его и направил, или благословил, нести послушание, потом быть келейником у схемонаха Митрофана, говорит о том, что он с этим послушанием справлялся. Схемонах Митрофан, видя строгость жизни и стремления Алексея к молитвенному подвигу, благословил его на монашество, и через некоторое время ему было предложено иночество. С именем Авваком он был возведен в Аиродиакона, а вскоре и в Аиромонаха. Недолго Аиромонах Авваком прослужил в Задонском монастыре. Предположительно, этот период перехода его в другой монастырь складывается в одно время с гонениями на схемонаха Митрофана. Мы знаем, что после кончины свидетеля Тихона, один из игуменов в монастыре, по-моему, игумен Климент, или Климент, более правильно говорить, он все связанное с именем свидетеля Тихона считал, видимо, что это, как мы говорим, прелесть. Называют прелестью, или что это неправильно. Что святого Тихона не надо почитать святым, и что никакой духовной жизни тут нет. Это не духовная жизнь, это обман. Так он решил. И, соответственно, с этим мы знаем, что и Климент, и свидетель Тихона была разобрана на дрова. И начались гонения на близких по духу людей, близких по духу свидетелей Тихона. Десять лет иеромонах Авваком прожил в Алексеевском Воронежском монастыре, а затем перешел в Трегуляево-Притечинскую обитель, расположенную недалеко от Тамбова. Здесь во сне ему явилась Богородица и сказала, «Схима инукуен готова, да он не дождется ее, ты же прими ее». Действительно, в монастыре готовили к схиме некого монаха, который умер до уготованного пострига. Тогда схима была предложена иеромонаху Аввакуму. Он просит, чтобы ему дали время попаститься, собраться, внутренне собраться. Ну и вот, конечно, тот способ, который он взял в благословение, говорит, конечно, о его очень большой высоте, духовной. Он постился 40 дней, пост его заключался в том, что он не ел, не пил и не спал. В моменты сомнений иеросхимонах Агапит усиленно молился, и поддержка не заставляла себя ждать. Несколько раз ему являлась Божья Матерь. Она еще раз ему являлась и спросила его, хорошо ли тебе. Я сказала, да, мне очень хорошо в этой схиме, в этом чине. Только я боюсь, что смогу ли я донести достойно этот чин. Ну, она как-то так его ободрила. В возрасте 68 лет иеросхимонах Агапит вернулся в Задонский монастырь. Братья с радостью встретила старца, известного своей молитвенной жизнью. В житии его написано, что братья очень обрадовались, когда он вернулся сюда, и братья просили его вернуться. Ну и опять здесь, и вернуться он не мог просто так. Он не мог просто так приехать и сказать, ну вот я приехал. Это тоже должен быть какой-то запрос был. И тут уже он был схимником, а схимник тем более, из монастыря нету такого свободного движения. Из всех пороков больше всего он обличал гордость. Иеросхимонаху Агапиту были открыты сердца людей, и он знал, с какой проблемой приходит к нему человек, что у него на душе. Старца отличали незлобие и евангельская простота. Он стал наставником для целой плеяды подвижников, преподобного Илариона Троекуровского, блаженной Дарьи Сизеновской, Георгия Затворника. В течение года его келеником был блаженный Иоанн Сизеновский, которого задонский старец благословил на затвор. В последние годы жизни иеросхимонах Агапит и сам провел в затворе. Молчание, таинство будущего века, преподобный Исаак Сирин. Вот затвор, конечно, это когда человек сосредотачивается уже полностью на вот своей этой духовной жизни. Конечно, это у человека, значит, есть уже молитва. Ну вот люди туда входят в затвор, конечно, у кого уже есть вот эта живая связь с Богом, живая связь, для которых жизнь, вся уже, вся жизнь, она сосредоточена на Боге, я так понимаю. Смысл затвора в этом. И все остальное этой жизни с Богом, она уже мешает. То есть если у нас, мы как бы вот живем в своей жизни, периодически мы молимся, периодически мы ходим в храм, но наша главная жизнь, она здесь, это там какие-то наши заботы, то у затворника, у него совсем переворачивается вот этот ориентир и центр, и смысл, и вся жизнь. Он уже обращается непосредственно к источнику жизни, света, любви, и он вот с ним, и он не хочет это терять. Иросхимонах Агапит постоянно готовил себя ко встрече с Господом. Его необычная святая жизнь привлекала к нему множество людей, обращавшихся к старцу в самых тяжелых ситуациях. Он упокоился с миром 30 сентября 1825 года. В это время у постели умирающего читали Акафисту с пенью Богоматери. Глубоко почитаемая старцем Богородица, возлюбившая этого подвижника, смертный час была с ним. Мощи святого пребывают в числе останков других задонских старцев в общей раке Владимирского собора Рождества Богородицкого монастыря. В рубрике «Тебе поем» смотрите музыкальный клип «Озеро». Песню на стихи Копаташвили исполнит академический смешанный хор Липецкого областного колледжа искусств имени Игумнова. В кадре руководитель этого хора Наталья Сарафаникова. Липецкого областного колледжа искусств имени Игумнова Липецкого областного колледжа искусств имени Игумнова. Казань Filhoekika Игумнова. Липецкого областного колледжа искусств имени Игумнова. С усыпальницей ярких звёзд. Вернет он зерна в камышах, Вернут звёзды в нём, В этот час в нём звёзды. Поклонись, и моя душа, Может, светят последние раз. С усыпальницей ярких звёзд. С усыпальницей ярких звёзд. С усыпальницей ярких звёзд. Мы заканчиваем нашу передачу словами святителя Филарета, Митрополита Московского. Памяты бывшие, положись на Господа в будущем, Употребляй во благо настоящее. Мы прощаемся с вами на неделю. Ангелы вам, Хранители! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова